МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! Меня зовут Вика Андреева, и вы смотрите семейное шоу на НВК «Мы справимся». А помните, как было в нашем детстве? Мы гуляли на улице допоздна, возвращались домой с ссадинами, с синяками и разбитыми коленками. О, сколько одежды было перепачкано! А сейчас у нас дети, как хрустальные вазы. Не дай бог разобьются, пылинки с них сдуваем. И иногда родительская забота доходит до абсурда. Обсудим гиперопеку. Сегодня выпуски. Осторожно, родительская любовь. Как не задушить своего ребёнка любовью? Психолог Ксения Ивашковская о причинах и последствиях гиперопеки над ребёнком. Кто-то, кто имеет бойцовский такой темперамент от рождения, он может взбунтоваться, а это сложно, потому что мама – это же любимое существо. Потерять мамин на расположение, вызвать её гнев, никакому ребёнку не хочется. Или стать изнеженным, действительно успокоиться, смириться и так и жить. Когда любовь порождает страх? История многодетной мамы Жанны Закревской. Какая-то, наверное, вот эта вот гиперопека, она имеет какой-то, наверное, наследственный характер, потому что моя мама, она такая же. Она тоже очень такая тревожная. Она очень меня опекала и опекает по сей день. Как отпустить ребёнка от себя и освободиться от зависимости, расскажет Екатерина Лугинова. Постоянный страх быть не до мамой, да. Недостаточно хорошее, недостаточно правильное по каким-то нормам, да. А потом, когда страх вот этот пропадает, уже расслабляешься. И источник энергии у меня изменился. Я сейчас занимаюсь же собой, своим творчеством. Готовимся к Новому году. Делаем адвент-календарь вместе с детьми. Такой адвент-календарь, на мой взгляд, займёт мало места. А ещё его можно использовать несколько раз. Наверняка каждый из нас замечал маму, которая контролирует каждый шаг своего ребёнка. Он же ещё маленький, вдруг упадёт, искалечится. Ну, неважно, что ребёнку уже пять, и он уже устал сопротивляться. Лучше подчиниться. Такие родители... Ну, справедливости ради скажу, что это не только мамы, но так могут поступать и папы, бабушки, дедушки, тёти, дяди. Вы за собой такого не замечали? У меня один ребёнок, и я к этому очень ответственно подошла. И, наверное, сама себя накрутила, в том плане, что у меня должно быть всё идеально, ребёнок должен быть идеальный, всё должно быть по часам. И вот это, знаете, требования к самой себе, такие завышенные достаточно, они мне не давали расслабиться. Хотя на самом деле нужно просто выдохнуть и наслаждаться этим моментом. А я прям как будто ставила себе оценки и ждала даже от своих близких, что мне будут выставлять вот эти самые оценки по десятибалльной шкале. Когда у вас прошёл первый прикорум, насколько ты хорошо кормишь грудью, насколько хорошо ты справляешься с обязанностями, что у меня должны быть чистые полы, горячий ужин, идеальный ребёнок. Я считаю, что я, наверное, даже где-то недостаточно уделяю внимания и, может быть, опеке своим детям. Может быть, даже моментами понимаю, что я их немножко рано от себя отпустила. Они у меня достаточно самостоятельные, старший ребёнок прям совсем, то есть не по годам. Младший, конечно же, ещё такой больше мамин, да, вообще больше к родителям тянется. Но, тем не менее, у нас вот нет какого-то там тотальной опеки. То есть я за то, чтобы дети принимали свои решения даже в этом возрасте самостоятельно. Наши бабушки и дедушки, они не вмешиваются в воспитание, они просто любят своих внуков. У меня просто очень спокойные дети, мне повезло. Вы знаете, мне было очень тяжело признаться себе, что я тревожная мама. Мне казалось, что я всё делаю правильно. Я всегда рядом с малышом, на подхвате, страхую его. Но потом я страшно вымоталась и поняла, что напрягаюсь вовсе не из-за ребёнка. Как заметить у себя первые признаки гиперопеки? Поговорим с психологом. Ксения Ивашковская, практикующий семейный кризисный психолог с 20-летним стажем. Неклинический психотерапевт. Консультирует в случаях, когда возникли проблемы в партнёрских и детско-родительских отношениях. Ксения много лет помогает осознать и найти истинную причину тотального контроля и гиперопеки своего ребёнка. Ксения, здравствуйте. Спасибо, что уделили нам время. Здравствуйте. Давайте рассмотрим ту ситуацию, когда мама выстраивает всю свою жизнь вокруг ребёнка. То есть говорит, что смысл её жизни – это ребёнок. Да, такое встречается часто и по многим причинам. Иногда ребёнок – это спасение от каких-то других провисающих сфер жизни. Иногда ребёнок – это даже забота о нём – это опора для женщины. Когда она находит себя, вот самая реализация, её только в этом происходит. И это может поддерживаться с семьёй, это может быть ситуация нескольких поколений. И все очень рады, но при этом может пострадать ребёнок. Когда ребёнок будет страдать, он даже может сам это не заметить. Ведь всё хорошо, ему всё очень прямо, его потребности удовлетворяются почти мгновенно. Но когда наступит потом, пора ему принимать самостоятельные решения, мама его станёт уже пожилым человеком, нужна будет самостоятельность, вот тогда эти последствия, они станут видны. А, это получается, что ребёнок не приспособлен к самостоятельной жизни, он не сможет ни оплатить коммунальные, ничего, то есть в быту он будет беспомощным? Да, он может уже столкнуться с этим при выборе каких-то предметов в школе. Когда нужна самостоятельность, вот сейчас мам в школу не пускают, там дети сами, да? И вот дети должны уметь немножко позаботиться о себе, и дальше уже выбор профессии идёт, и студенчество, и ведь мама же не будет всё время рядом, да? В какой-то момент ребёнку самому не захочется этого. Парень скажет, мама, я сам, да? А вот чтобы сам, да, вот этих вот умений, навыков может оказаться дефицит. Понятно. И получается, есть два варианта развития ребёнка. Либо он становится бунтарём, либо совсем уже таким инфантильным. Да, темперамента зависит. Кто-то, кто имеет бойцовский такой темперамент от рождения, он может взбунтоваться, а это сложно, потому что мама – это же любимое существо. Потерять мамин на расположение, вызвать её гнев, никакому ребёнку не хочется, да? И чтобы пойти на бунт, это нужно, получается, отказаться, да, вот от того, что ты всегда хороший, да, нелегко. Или стать изнеженным, действительно успокоиться, смириться и так и жить, да? Ну, это хуже всего. Мы знаем анекдоты про семьи, где сын, например, живёт с мамой до 40 и так далее. Это такие анекдотические. Ни одна женщина этого бы не хотела, но из-под воль постепенно это может сложиться, если не держать осознанность. А вы можете описать поведение такой мамы, вот когда это уже переходит к границе нормального? Вот вы вначале сказали, что мама полностью делает из своего ребёнка смысл жизни, да? Там происходит такая тонкая вещь, ребёнок может стать партнёром незаметно. Спутником жизни, конечно, он не будет полноценным партнёром, как мужчина, но женщина будет с ним делиться, он будет вот её как половинка. И когда эта половинка, да, начинает интересоваться ребятами противоположного пола, хочет завести отношения и отселиться, то представляете, какую потерю чувствует такая мама? А, и она начинает контролировать. Да, такое ощущение, что всё делается, чтобы ребёнок был дома, оставался. Но, конечно, мы скажем, ай-яй-яй, да? Да, однако есть причины у этой женщины, если, например, обратиться в консультацию, в терапию, то появляется проблема, возникает, да, поднимается одиночество, да? Или, например, отказ от самореализации в профессии. А ведь это можно сделать, ведь можно вернуться к этому, можно свою жизнь сделать более разнообразной, да, позволить себе, да? Кто его знает, вдруг там стояли какие-то запреты, например, или какие-то заветы. Ты будешь только мама, это самое главное. А вдруг женщине чего-то бы хотелось, представляете, если она вовремя откроет это в себе? И ребёнок задышит свободней, и у неё будет вот то, куда вложить себя. Да, это очень поддерживающе для тревожных мам, контролирующих. Получается, это не любовь, а это действительно проблема матери внутренняя, гиперопека. Это всё вместе, и любовь, да, и в то же время решение личных затруднений, всё вместе. Очень трудно разделить. Мне не хотелось бы, например, таких мам только порицать, и хотелось бы ещё и помочь, да, потому что это возможно, да, возможно обнаружить причины своей тревожности, да. Это ведь могут быть какие-то довольно давние травмы, да, и семья может второе дыхание получить. Всем может стать посвободнее, да, в этом горшочке. Ксения, а на вашем личном опыте как у вас было? У меня борьба, конечно, была всегда моего инстинкта материнского, особенно, когда это первый ребёнок. Мой старший сын, конечно, он имел... он что получил, мой старший сын, маму, которой нет опыта, как у всех молодых мам, как бы не было много вокруг советов, и как бы не было много профессиональных знаний, всё равно тревога есть. Это как будто бы такой экзамен немножко на хорошую маму, и когда нуждаешься в советах старших женщин, родственниц, да, экспертов, то там ведь бывают очень разные поколенческие моменты. Например, мне говорили, нужно больше самостоятельности, вы вообще росли с ключами на шее, да? Да. Вот, и то есть больше самостоятельности. В другой момент что-нибудь послушаешь, почитаешь, как ребёнка угораздило, да, он что-то там себя обжёг, порезал, упал или пропал, да, и понимаешь, что нет, какая ещё самостоятельность, и это такая, значит, борьба, где ты находишь постепенно вот эту золотую середину. А второй ребёнок, это уже легкотня, да, можно сравнивать, уже знаешь, какие дети, что они в определённом возрасте могут. Всё равно вот эти микрознания, прям месяц, вот ему 7 месяцев, 8-9, там очень много знаний получаешь. И второй, третий ребёнок, они уже счастливчики, эти знания. Да, и самостоятельные, и творческие. Ксения, а как, что вы посоветуете тревожным мамам, которые заметили в себе признаки гиперопеки? Как им выбраться из этого? Во-первых, тревожность накапливается, и её можно и нужно снимать. Для этого нужны другие взрослые. Хорошо, если дома есть взрослые, которые умеют не нагнетать ещё больше вместе с тобой, которые могут немножко принять в себя, как ещё говорят, контейнировать, которые могут принять твою тревогу, и таким образом она снижается. Если дома все тоже тревожные, то, конечно, нужна помощь специалиста немножко отгрузить. И таким образом можно увидеть, что прикопило. Потому что совсем снять тревожность – это лишить ребёнка заботы. Какая-то доля тревожности нужна, но небольшая, совсем небольшая. Поэтому обращение к специалисту – это раз. Это выход. Разгрузки. Семье очень нужно помогать маме некоторое время выбраться и ощутить себя просто, вот как я выходила, просто Ксения. Не мама, не жена, не хлопочущая в своей роли материнская женщина, а просто человек. Выдохнуть хотя бы один час в день. Спасибо большое. Это простые вещи, которые можно сделать. Да. Я думаю, это будет очень полезно нашим зрительницам. Не переключайтесь, дальше будет интереснее. Спасибо, Ксения. Всем привет. Меня зовут Антонина. Меня зовут Таня. И моя доченька придумала лайфхак. Как отличить себя для мамы на работе. Я придумала бумажную косметику. Ну а также я придумала сделать салон красоты. Для мамы нам понадобится А4, ножницы, скотч, карандаш-клей, цветные карандаши и фломастеры. И главное, ваши фантазии на косметику. Набор от моей косметической студии Веникс. И также, а также наше фирменное слово Супер. Ну что ж, открываем. Сейчас я вам покажу, что у меня есть в наборе. Супер большая полетка. Скин, пока у вас. Еще у меня есть вот такая вот маленькая, которую можно носить в сумочке с бомбическими цветами. Вот. Бомбическая пудрица. Покажи, как ты делаешь блеск для губ. Хорошо, давай. Сейчас мы делаем блеск для губ. Для этого нам нужно согнуть бумажку. И нарисовать сам блеск. Вот мы нарисовали, теперь будем вырезать. Вот у нас получились такие части, а одна нам не нужна. Вот, она будет примерно вот так вот закрываться и открываться. Сейчас мы будем это все разукрашивать. Вот мы разукрасили. Сейчас нам надо клеить скотчем. Нам нельзя клеить карандаш клеем, потому что это все расклеится очень быстро. Вот что у нас получилось. Всем спасибо за просмотр. Пользуйтесь в своем лайфхаке. Пока! Родители стали тревожнее, а у детей забрали их беспризорное время. Те беззаботные часы, когда они сами могут выбирать, чем им заниматься. Сейчас день ребенка полностью распланирован. Секции, занятия, кружки, репетиторы. Мамы часто боятся отпускать детей даже в школу, если она находится подальше, чем во дворе. О своих страхах нам расскажет Жанна Закревская. Жанна Закревская – мама троих детей. Старшим двойняшкам 10 лет, а младшей – 3 годика. С первыми детьми она испытала невероятное чувство любви и счастья. Но вместе с ними появились страхи и тревоги. Чтобы успокоить себя, она все свое время посвятила детям. Но волнение никуда не ушло. Жанна, здравствуйте. Спасибо, что посетили нас перед Новым годом. Степа, Лиза, привет. Мы сегодня говорим на тему киперопеки. Жанна, поделитесь, пожалуйста, что вы чувствовали, когда беспокоились о своих детей? Начну с того, что моя беременность была очень долгожданная. Первая беременность очень тяжело протекала. Плюс она была двойня. И я очень долго находилась в больнице. И вследствие этого, когда я родила, дети у меня родились недоношенные. И вследствие этого мы очень долго лежали в больнице. Где-то месяца два. И когда я выписалась домой, я привыкла к таким больничным условиям, к стерильным, где все манипуляции врачи проводили в перчатках, в масках. То есть все было очень чисто. И когда мы выписались домой, у меня вот эта вот фобия осталась. И даже дома мои домашние тоже все ходили долгое время в масках. Мама, папа, бабушка, папа наш, да? Вот. И я сама какие-то тоже манипуляции проводила только в стерильных перчатках. У меня были ватные диски, тампоны. Мы все хлорировали. У нас были стерилизаторы, всевозможные увлажнители. Вы боялись бактерии, да? Да, я очень боялась, что они чем-то могут заразиться, так как они как бы родились тяжелые, недоношенные. Вот. Но слава богу, у нас хорошо очень выходили в медцентр, и мы выписались. Но страх остался? Да, но вот как бы вот такой внутренний страх какой-то остался. Мы даже не ходили в больницу. Мы приглашали на дом врача. У нас педиатр, да, который нас как бы вел очень долгое время. Это вы настояли? Ну, как бы да. Какие чувства были, эмоции, страх? Я боялась, что они чем-то могут заболеть, вот, что они как-то там что-то не перенесут, ну, не перенесут какое-то, не знаю, любое осложнение. А сколько это длилось, вот эти эмоции? Я ушла в декрет вот до трех лет, и я до трех лет полностью себя посвятила детям. То есть я день и ночь, мы все вместе как бы вот с ними вместе находились. Вот, и буквально, ну, не знаю, наверное, лет до трех. Потом я начала понимать, что я сама как бы делаю хуже себе, вот. Все-таки человек, ну, дети, у них должен быть естественный иммунитет, вот, и они должны бороться как-то, да. И я уже меньше-меньше стала вот на все это заморачиваться, на какие-то внешние факторы. Сложно было? Но, тем не менее, да, вот мы выйдем гулять, например, и я, ой, упадешь, ой, там, поранишься, ой, там, коленку разубьешь, ой, там, с самоката упадешь. Ну, что-то такое вот, такие моменты. И поэтому, конечно, я их очень опекалась сильно, я сама в этом признаюсь. И в последующем, конечно, когда они стали чуть постарше, я стала стараться им давать больше возможностей, больше свободы, чтобы они могли себя как-то там самостоятельно проявить. И во внешнем мире уже не было вот такого опасения, ну, как бы, страхов. Школу отпускаете, а не самостоятельно забираете? Ну, да. Первый класс, конечно, я их отводила, забирала, это по правилам школы, а далее, так как они вдвоем все-таки, они вдвоем уходят, вдвоем возвращаются. Это в этом плане, да, очень удобно, школа у нас во дворе, поэтому далеко не приходится ездить. Буквально с недавнего времени стали ходить в магазин самостоятельно, да. А как у вас с третьим ребенком? Малышей сейчас сколько, три года, да? Да, у меня еще есть маленький ребенок, ей сейчас три года, ее зовут София. Мы хотели все повезти, но она приболела. Вот, а со второй беременностью, с третьим ребенком, конечно, я уже все это осознала, я уже более опытная стала мама. Вот, и поэтому, как бы, больше старалась давать ей свободы, возможности самостоятельно принимать решения. То есть вы уже не боитесь, когда она упадет? Уже такого, да, уже таких страхов нет, потому что я понимаю, что, как бы, ну, вот на первом опыте, что это, ну, не есть хорошо. Вот, и поэтому я уже с третьим ребенком, конечно, стала более такая разумная, рациональная мама. Вот, но, тем не менее, все равно вот этот какой-то страх вот за детей, он все равно вот у меня где-то, ну, присутствует в любом случае. Я всегда переживаю, если, допустим, со школы они вот уже должны прийти по времени, но их, допустим, нет, и я начинаю звонить. Если они трубку не берут, они могут где-то погулять, где-то остаться на улице. А я вся переживаю, звоню, 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 нет, нет, нет. Ну, как-то вот так вот у нас. Лиза, Степа, расскажите, пожалуйста, как мама вас опекает? Тебя отпускают гулять с друзьями? Да. Да? Говорят, чтобы вот у вас только-то ровно было дома. Да. Есть такое, да, все-таки? Да, такое есть. Жанна, а как было в вашем детстве? Вас тоже опекали? Все-таки, да, вот какая-то, наверное, вот эта вот гиперопека, она имеет какой-то, наверное, наследственный характер, потому что моя мама, она такая же. Она тоже очень такая... Тревожная. Тревожная, да. Она очень меня опекала и опекает по всей тени. Она мне постоянно сработалась. Допустим, у меня долго нет, она может мне позвонить, спросить, ты когда приедешь-то скоро, там, ты где, чего, кого. Ну, как бы постоянно тоже на связи. И вот я говорю, все-таки вот это вот наследственное, видимо, от мамы мне передалось. Вот это вот чувство какой-то, не знаю, но тревоги вечного, волнения за детей и так далее. И поэтому вот я говорю, что с третьим ребенком я стараюсь себя вести более... Иначе. Иначе, да, более как-то так расслабленно и чтобы она как-то... Если она упадет, ну ничего страшного в этом не случится. Если она разобьет колено, то... Если она землю поест, если даже землю поест, придем, сполоснем в рот и пойдем дальше, ничего страшного. Я думаю, вы справитесь, у вас обязательно получится. Спасибо. Спасибо вам, Жанна, Лиза, Степа. А мы продолжаем, не переключайтесь. Всем привет. Мы сегодня показываем, как сделать из обычных вот таких вот часов детские часы. Что нам пригодится? Макарист, отвертка, клей. Какой? Вот, чатановый. Угу. Здесь в дядьках показывается, что сильный клей. Угу. Еще такой огромный. Угу. Еще краска измываемая. Акривовая называется, да? Да, акривовая. И две кисточки. Домино. Угу. Домино купили. И еще наклейки. Угу. И для красоты мы купили им такие вот наклейки. Отворачиваем. Четыре винчика. Угу. Давай. Чтобы снять стекло, да? Вот эту сторону. Угу. Чтобы снять стекло и покрасить цифры. Так, как-то так. А сторон? Перемесали всякие цвета и получились цвета, которые не были. Вот это вот с риском сложно покрасить. Угу. Вот это вот, самую точку. Теперь у меня есть задумка одна. Угу. Эту стрелку минуту, то я хочу покрасить разосветным. Крадуга. Мы тут закончили все красить. Угу. Посмотрите, как красиво и видно. Угу. Теперь клемм домино. Угу. Начинаем цифры. Здесь мы начали кайта. Мы приклеили вот эту цифру 12 и вот здесь домино леса. Угу. Там все цифры, да? Да. Можно считать пальцами. Бирки, ющ, тетя, беш, тетя, хост, 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 хост. Вон, вон, бир. Угу. Это вон, бир, но 12 же здесь. Да. Сейчас все наклеим, да? Да. Пошли, часы. Вот. Угу. Вот. Вот эти 8 часов прошли, и наши домино полностью высохли. После этих часов вы можете определять время по наклейкам. Там все такое, и все проедем радостным стрелкам. Всем пока-пока! Родители сначала не отпускают ребенка одного в школу, а потом из него вырастает подросток, который не готов ни к одному реальному испытанию. Как же переключить свое внимание с ребенка, с его безопасности, на себя? Поговорим с более опытной мамой. Катерина Лугинова – мама четверых. И не всех своих детей она воспитывала одинаково. Своих первенцев Катерина оберегала от малейшей опасности, волновалась, переживала и полностью растворялась в заботе о них. Осознать, что посвящать все свое время детям вредно для всей семьи, ей помогли ее творческие увлечения. Катерина – талантливый каллиграфист и фотограф. Своих младших детей она воспитывает свободно, не напрягаясь и без помощи телевизора и телефона. Здравствуйте, Катерина! Здравствуйте! Спасибо, что пришли к нам на нашу тему. Привет, Давид! Привет, Лиза! Привет! Так, ну как, давайте, готовы поговорить? Да! Поделитесь, какой вы были мамой? Ну, контролировала достаточно, да. Когда первая ребенка, конечно, все равно боишься, ничего не знаешь, как все. Поэтому, конечно, контролировала. Ну, и был страх стать не самой лучшей мамой. Да, когда вот этот есть страх, наверное, контроль еще больше усиливается. Потом еще, как бы, в детях находишь какой-то источник энергии, что ли. И вот тогда контроль еще усиливается, мне кажется. Ага! А вы можете вспомнить свое состояние тогда? Да. Какие чувства? Это страх, постоянный страх быть не до мамой, да. Не достаточно хорошей, не достаточно... Правильной. Правильной, да. По каким-то нормам, да. А потом, когда страх вот этот пропадает, уже расслабляешься. Да. И источник энергии у меня изменился. Я сейчас занимаюсь же собой, своим творчеством. У меня как-то фокус внимания, видимо, ушел. А-а! И поэтому последующих детей, ну, более свободно, да. Это, начиная, получается, с Лизы или все-таки с четвертого ребенка, с Ксюшей? Нет, ну... Когда вот эта вот хватка, контроль ушел? Я вот работала в суде. А-а-а! Вот тогда вот и был такой правило, нормы, поведение. И тогда Давиду было, наверное... Ну, Давид маленький был. Его так не коснулась моя гиперопека, конечно. А-а-а! Тогда вы про маму не расскажете, да? Ну, не знаю, они все равно считают меня строгой, кажется. Да-да-да? Да-да-да. Раньше мне казалось, что там... Ну, она не строгая, она нормально. Она не строгая. Раньше было. Контроль был, да? И, ну, мама не слишком контролировала, не слишком, нормально. А-а-а! Получается, вы же полностью отказались от телевизора, то есть дети учатся занимать себя самостоятельно. Да. Вы уже не придумываете кругом них? Нет. Я просто, когда они со школы приходят, забираю телефоны, телевизор вообще не смотрим. Ну, то есть смотрим именно какие-то направленные фильмы, вместе с семейным присмотром, да, конечно. А так, чтобы постоянно, как раньше у меня было, постоянно телевизор был включен, как фоновый звук. Как вы думаете, наверное, это потому, что вы были напряжены, да? Да, и мне хотелось вот немножко, чтобы расслабиться, чтобы занять детей, я включала, конечно, им телевизор. И думала, мне как-то казалось, что они чем-то заняты, значит, я могу расслабиться хотя бы на какое-то время, пока не заняты. Так, и получается, ребенку абсолютно не нужны вот эти вот фоновые занятия? Я признаю свои ошибки, да, я вот детям вручала. Вот когда они были маленькие, мне было лень с ними заниматься, я работала, работала, ходила, да, и вручала им телефон, да, включала телевизор и спокойно там уходила на работу. Я когда вот опомнилась-то, когда я поняла, что они начали забывать якутский язык родной свой, вот тогда я опомнилась и стала пересматривать свое поведение, себя. Я вначале начала выключать телевизоры, а потом, а сама-то сижу, себе включаю, а вам нельзя, ну, вот это не работает, оказывается, да. И вот эта вот работа над собой, мне кажется... Сняла лишнее напряжение. Да, да, сняла напряжение, и я нашла свое хобби. Я поняла, что, да, если только я сама буду чем-то увлекаться, дети мои тоже будут увлечены какими-то вещами. Поэтому, да. Это настоящий выход. Ага, да. Больше вы не гиперопекающая мама. Потому что я верю в их... У них же своя судьба, они же личности, они должны совершить какие-то ошибки самостоятельно. И я верю в них, что они справятся со всеми жизненными ошибками, что получат урок, что все для них будет на пользу. Все, что бы с ними не происходило. Ну, какое-то базовое доверие пришло ко мне со временем. Что мир безопасен. Да, да. Раньше я помню, как... Я помню, как включала смешарики, я смотрел на iPad. Я помню, как там убирались, там что-то играли, я что-то играла. Я смотрела смешарики, так сидела, вот так. Так смотрела. Я, когда я кушаю, я там кушала, потом опять смотрела. Потом мама говорила, что это что-то, я вообще не помню. Но я помню, что я смотрела смешарики. И так почти каждый день. Потом уже начали включать телевизор. Когда мне дали телефон, я дали телефон, типа, для школы звонить, я начала разные игры скачивать и играть, типа. Ну, потом, конечно же, я YouTube смотрела, там, раз, на видео. Но потом мама начала отбирать телефон, и, типа, это плохо, и более у меня плохое зрение было раньше. Сейчас, наверное, хорошее. Поэтому... А как тебе больше нравится смотреть iPad? Было как раньше, когда мама была напряженной? Или сейчас, вот, я знаю, что вы занимаетесь, думаю, разными играми, вместе время проводите? Нет, нет. Ну, если телефон смотреть, типа, типа, это плохо. Может, мама говорит, плохо. Тем более, это слишком долго, может, типа, если зря сядет, что будешь делать, типа, ходить будешь в полную комнату, скучно живусь. Давид, а тебе когда больше нравилось? Тогда или сейчас? Сейчас. Сейчас веселее. Вы чаще общаетесь, наверное, с папой, ну, со всеми. Да. С мамой. Мама не сидит в телефоне? Она постоянно, этот, на камерах сидит. А, фотографирует. Да. Да, мама творчеством занимается. Я очень рада, что мы все услышали эту историю, что творчество помогает перестать быть гипероприкающей мамой. Да, занимайтесь творчеством, конечно. Конечно, творчество расслабляет, дает много энергии и расширяет кругозор. Мир становится краше, интереснее. Жизнь закипает. Просто, да, заиграет. Сам краской. Да. Справитесь? Да, мы справимся. Здорово. Ох, Новый год все ближе, а забот все больше. Опытные мамы готовятся к празднику заранее. Мы чуть-чуть опоздали, но отличный лайфхак – это сделать самим с детьми адвент-календарь. И тогда, получается, до старого Нового года, до 13 января, каждый день ребенок будет знать, что его ждет сюрприз. Всем привет! Сегодня мы с девочками будем делать адвент-календарь. Для этого нам понадобится фоторамка, пустые коробочки от спичек, задания 31 штука и ножницы, а также заранее распечатанные домики, чтобы закрыть ими наши коробки. Так, Женя, мы с тобой режем домики. Даяна, кладешь задания в спички. Наши домики готовы. Оформляем наш календарь. Мы решили написать «Мерый Крисмас». Теперь с помощью двухстороннего скотча клеим на фоторамку. Такой адвент-календарь, на мой взгляд, займет мало места, а еще его можно использовать несколько раз. Не забываем расписать даты. На правах родителя могу заранее заглядывать задания и по необходимости менять местами. Вот такой у нас ответ календара получился. Дети гораздо лучше. Умнее, чем мы думаем, а мир гораздо дружелюбнее, чем нам кажется. Везде соломку не подстелишь и лучше довериться детям. Я обещаю, что я стану меньше контролировать сына и дам ему больше пространства на свободу. Я думаю, что вместе мы справимся. С вами была Вика Андреева. Пока-пока. Уникальный дизайн, высокое качество, комфорт и выбор. Уже более 10 миллионов мам по стране. Присоединяйтесь к Хэппи Бэби. Ждем вас в торговом центре Ураса Молл. Третий этаж. Ищите, где качественнее и необычнее провести время, я вам подскажу. Лофт. Это не просто фотостудия. Устали? Хочется отдохнуть? Я нашла для вас классное место. Здесь очень уютно. Можно провести вечер с друзьями или коллегами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова